Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. С вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам, выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове, что нового, что интересного, как мы здесь живем, а точнее, выживаем. Правильно вы пишите в комментариях, что это похоже на некий режим выживания, который длится уже не первый год. Перед просмотром данного видео не забудьте подписаться на канал в поддержку коренного жителя города Харькова, поставить лайк под этим видео и написать свой комментарий, абсолютно любой, по данному поводу. Также поделитесь видео с друзьями и знакомыми. Сделайте максимальный репост для того, чтобы люди знали правду. Давайте, ребятки, начнем по порядку. Наверняка вас интересует непосредственно обстановка в городе Харькове, в области, как обстановка по прилетам. Что я должен вам сказать, ребят? Что я должен вам сказать? У нас пока не было ни одного дня, вот за вот этот промежуток времени, чтобы не было прилетов в Харькове и в Харьковской области. В частности, даже в самом городе Харькове. Недавно был прилет, ребятки, совсем недавно, вчера был прилет в Шевченковском районе города Харькова. Был прилет, собственно говоря, бомбы по открытой территории, но одна женщина обратилась, собственно говоря, за помощью к врачам. И также, ребятки, были выбиты просто сотни, сотни окон. Я вставлю вам здесь с места события, либо же на превьюшке, чтобы вы понимали последствия. Последствия, ребят, вот этих всех прилетов. То есть, если вы думаете, что даже если где-то попадать на открытую территорию, ну, ребят, а рядом окна в радиусе сотни метров, да, выносят просто-напросто людям. А окно сейчас поменять, я вам должен сказать, очень-очень недешево. У меня вот так вот у знакомых, у наших подписчиков по совместительству после прилета повыносило окна, балконные рамы, окна, двери. И все это, большую копеечку, ребятки, выливается. Поменять окна, поменять двери. Да я вот, у меня крышу посекло. Я крышу ремонтировал, ребятки. И это тоже стоит не три копейки. Пойти купить шиферину, где-то доску поменять, где-то, собственно говоря, рубероид расстелить под этот шифер и так далее, тому подобное. Заклеить, замазать. Все это сейчас стоит немаленьких денег. Что хотел сказать, ребят? Что хотел сказать? Тяжело, конечно, нам. Мы реально находимся в неком режиме выживания. Но также тяжело не только людям, ребятки. Тяжело и нашим животным, те, которые находятся рядом. Сегодня, ребятки, если вы смотрите это видео, день рождения у нашего, нашего, одного из главных персонажей, актера, и даже я не знаю, как сказать, напишите в комментариях, главного бомбазяврика, собакевича этого канала нашего, который снимается уже 8 лет так точно в наших видео, это Зевсунья. Зевсунька наш Зевс, мой собакевич, ребятки. Наш собакевич, не побоюсь этого слова. У нашего Зевсуньки сегодня день рождения. День народжения, ребят. Можете посмотреть также видео про, собственно говоря, биографию нашего Зевса, откуда я его взял, где он, собственно говоря, откуда он взялся, кто его родил, мама, папа, все-все-все про него есть. Есть видео на канале, ребятки. Что вам должен сказать? Это уникальный, уникальный пес. Это просто душа моя, я по-другому не могу сказать. Я его люблю, обожаю всем сердцем, всей душой. Да и, наверное, многие из вас также полюбили Зевсунью. Сегодня, ребятки, 10 октября, сегодня Зевсу нашему исполняется 14 лет, 14 годиков. По собачьим годам, вот даже интересно, прямо сейчас, давайте, вот узнаем, сколько по собачьим годам. 14 лет собаки. Сколько это в человеческих годах? Информация с ресурса specific.lv 86 лет, 86 лет, так как Зевс тяжелее 25 килограмм, 86 лет собаки. Просто представьте, ребятки, на секундочку. Ну, пускай округлим 80 даже, да, возьмем средние годы. Ну, это то, что мне гугл подсказал. Конечно, он дедулька, пенсионерчик наш, и в то же время и дытынка, и ребеночек. Я не знаю, но я его обожаю, ребят, всем душой и всем сердцем. Я очень рад, что я дал ему, как говорится, кровь над головой, что у него есть свой вольер, у него есть своя будка, что у него есть свои, даже, собственно говоря, поклонники в виде вас. Есть люди, которые пишут комментарии, говорят, покажи почаще Зевсуньку, покажи, как он там. Ребятки, я надеюсь, что получится сегодня даже сделать стрим. Может, мы как-то придумаем с участием Зевса этот стрим, чтобы вы могли посмотреть, непосредственно принять какое-то участие, если будут нормальные, как говорится, погодные условия, и не только. У нас часто прилетает, вы сами знаете, ребятки. Мы находимся в неком режиме выживания. Кто, ребятки, хочет поздравить Зевсуньку с этим праздником, с днем рождения, вы можете прямо сейчас, ребят, прямо сейчас, не откладывая, как говорится, то, что можно сделать сегодня на завтра, прямо сейчас можете кинуть донатик, кинуть денежку на карточку, либо же на пайпал, либо на ссылочку для донатов, и я нашему Зевсуньке, нашему любимому Зевсуньке куплю тушеночку от вас, куплю кормик от вас, куплю, ребятки, косточки, крупычку, будем варить кашку, покормим его вкусно, обильно, тем более он, вы знаете, исхудал, у него были серьезные стрессы этим летом, он и не молодой, а плюс мы его то купали, то еще что-то, то эти прилеты, ребят, и он сейчас исхудал очень сильно, и надо его максимально, ребятки, кормить, откармливать к зиме, потому что я думаю, что зима будет, это очень непростая, помимо того, что может не быть, ребятки, света, помимо всего этого, неизвестно, как будет в магазинах с продукцией, я такой бы, я, честно говоря, и купил бы крупы, и зевсу отложил бы, чтобы она лежала на всякий случай, вот как сосед делает мешок, крупы покупает, конечно, могут мыши, жучки завестись, но крупа всегда есть, взял, как говорится, с этого мешка пшенички, крупы, уже на кашу есть, плюс какие-то косточки где-то надыбал, сварил, уже есть, как говорится, кашка, но зевс, честно говоря, в таком возрасте, что уже с косточками тяжело, зубки уже плохо жуют, вот, ребятки, так что такие дела, кровоточат, лапки трусятся, возраст, конечно, хочется его максимально поддержать, сделать каким-то, знаете, долгожителем, чтобы он прожил очень-очень много лет, и счастливых, и хочется, чтобы побыстрее вот эти вот обстрелы, прилеты закончились, наш зевсунья не просто зевс, он сколько жизней спас, когда у нас не работала повитрена тревога в самом начале, после 24-го числа, несколько месяцев, зевс слышал тревогу с центра города, и выл, сообщал соседям, соседи первую неделю не могли первое время понять, что происходит, говорит, Саша, что тебя воет без конца собака, успокой, скажи что-нибудь, оно тут взрывы, прилеты отовсюду, а выл он не на прилеты и не на взрывы, а выл он, когда включали повитренную тревогу, а потом соседи поняли, когда воет он, они начали спускаться, собственно говоря, в погреб, и сохраняли себе таким образом жизни, ребят, потому что они поняли, что зевс воет, он слышит тревогу, ту, которую включают, собственно говоря, в центре города, так что зевсунья молодец, певец и тревога по совместительству, в общем, умничка просто, сейчас вам покажу нашего зевсуньку, не забываем, ребят, поддерживать зевсуньку, донатами подкармливать, на вкусняшки зевсунья, каждый может поздравить сегодня, кто хочет, ребят, можете отправить посылочку, для зевсуньки, для наших кисельков, собакевичей, может что-то для Саши, для мамы, обязательно сниму распаковку, ребят, поблагодарю вас от души, от чистого сердца, Укрпочта, новая почта, вы знаете, в закрепленном комментарии подвидим, ну что, давайте посмотрим, как там наш зевсунья, зевсунька, мой хороший, ну что ты, бомбазявр, что ты, мой масенький, что ты, мой халюсень, расскажи, ты ждешь, какие подарочки тебе подарят, как тебя будут поздравлять, подписчики, подписчики зевсунья, какие подарочки надарят, я обязательно сбегаю тебе, скуплюсь, куплю тебе вкусняшки, и ты будешь скушать, да, ты, мой халюсень, день рождения у зевсунья сегодня, зевсунька, кайфу, кайфу, кайфули, маленький наш, старичок, бурундучок, да, зевсунь, ты приветы передаешь, постоянно, сколько уже лет, передаешь приветы нашим подписчикам, худе-худе, посмотрите, в руку вмещается позаночник, одна шерсть, да, зевсунь, одна шерсть, одна шуба, а самой собаки там под шубой, ох, на давай, как же в день рождения не почухать пузико, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, зевсунька, хе-хе-хей, эх, пузикринка, ты пузикринка, малынька, под прилетами, под взрывами, под этими, тоже тебе тяжело выживать, непросто, не всегда было, что купить, покушать зевсу, а жить хочется всем, ребят, и зевсу, и людям, и животным всем, да, зевсунь? Шарик, смотрит, ага, шарик, ты поздравлял зевсунь? А ну, скажи честно, вы два дружбана, да? Два дружбана, может зевсунь сегодня сделаем, какую-то движушку, да, если получится, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, осеньки, ребятки, буду всем благодарен, кто поддержит, на вкусняшке зевсунь, вот так, Саша, тебя чухал, вот так ты кайфовал, вот так, с днём рождения, мой холёсый, мой зайка, мой дотинка, любым, мой старичок, бурендучок, ребятушки, всем добра бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой, пишите комментарии, подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов, ну а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем, по промокоду Токсикул 21, вашу тачку, а САГО будет с 10% скидкой, всех обнял до хруста, пуко-пуко, до новых встреч!